Учителем я работаю суммарно уже около 14 лет. Вел я различные предметы, не сразу я пришел к технологии. Но вот как-то технология и вообще вот школа для меня стали, наверное, самым таким интересным делом в жизни, потому что до этого я опробовался в многих профессиях. Я работал в Тверском государственном техническом университете, учился там в аспирантуре. Но вот именно как-то школа, она позволила ощущать какие-то результаты своей деятельности. Когда дети к тебе приходят на урок, и в пятом классе они ничего еще не умеют, и ты только учишь их, ты ставишь им руки, ставишь им технику, прививаешь им культуру работы с инструментом. А уже в восьмом классе они делают какие-то полноценные вполне себе вещи, в том числе иногда и в таких достаточно больших масштабах. А что именно делают? Почему обучают себе технологии? Ну, на самом деле, выполняем обычную программу по технологии, да, стандартную, с некоторыми доработками, используем, вот, скажем так, авторский компонент для обучения детей резьбе по дереву, но в том числе иногда дети делают очень интересные вещи. Наверное, одним из самых больших достижений было, когда один из моих восьмиклассников собрал, используя тетрадку по технологии, реальный действующий инкубатор, и вывел в нем перепелок. Ну, что вы себе! Вот, то есть, наверное, это говорит о качестве какого-то преподавания, что, пользуясь только тетрадкой по технологии, да, можно что-то вот собрать на основании каких-то своих мыслей. Интересно. А вы какой был заканчивательский университет? Я заканчивал Тверской государственный технический университет. Специальность у меня, на самом деле, изначально не была связана с технологией. По специальности я инженер-биотехнолог, но когда я, в общем-то, понял, что школа, в школе это мое все, и надо там работать, я получил там же, в Тверском государственном техническом университете, квалификационное педагогическое образование. И, соответственно, уже пошел после этого работать. Интересно. Какое-то у вас хобби есть, допустим, помимо работы? Ну, хобби у меня, опять-таки, это резьба по дереву, и в любом случае эта работа, наверное, является частью моего хобби, потому что очень часто приходят какие-то интересные идеи, они приходят не всегда во время, скажем так, рабочего времени на рабочем месте, и дома все равно приходится как-то это фиксировать, осмысливать, что-то улучшать, добавлять, чтобы, скажем так, потом это притворить в жизнь. То есть нельзя сказать, что у меня статичная программа, я постоянно ее меняю. Например, вот в прошлом году мы с ребятами впервые пробовали делать всечку из металла. Такое очень интересное декоративное ремесло с проволокой, потому что программа технологии, она предполагает всего лишь выкручивание различных фигур, что для детей не всегда является интересным. А вот всечка из металла уже более для них интересна, они могут делать какие-то свои изделия декоративные, и уже могут доводить их до интересного, скажем так, привлекательного состояния.